Дом – это не просто четыре стены с потолком. Это место, куда торопишься после работы и где ждут близкие люди. Для троих ангарских сирот мечта о собственном жилье стала реальностью. Деньги на приобретение квартир были выделены из областного бюджета. Я понимаю, что вы, наверное, ждали долго этого дня. Да, у вас уже образовались семьи, где вы должны свой уголочек уже, так скажем, благоустраивать, жить и процветать. Наталья Емщикова с мужем и двумя детьми будет обустраивать быт в 277-м квартале, а ее сосед Артем Голубев пока семью и не обзавелся. Сейчас он работает в Свято-Троицком кафедральном соборе, помогает таким же сиротам, как и сам в центре семьи и детям. Дверь в свою квартиру Артем открывал с трудом. Сказалось волнение. У нас квартиру ждут с 18 лет, сейчас 24 года. Вообще, по решению суда два года назад выиграл суд и, слава Богу, удачно все прошло. В квартире свежий ремонт, есть ванная и туалет, небольшая кухня и комната. Теперь, признается Артем, можно подумать и о семье. О замужестве и детях мечтает и Анна Жолобова. Емушка сейчас живет в общежитии училища. Вскоре переберется в новую квартиру в 12 микрорайоне. Квартира хорошая, район хороший. Рядом садики. Садики пригодятся в будущем. Вообще, какие планы? Работать кем? Ну, работать пока точно не знаю. Вообще бы в страховой компании хотелось бы, потому что по специальности как бы. И на будущее создать семью свою. Теперь новоселам предстоит прописаться и приватизировать квартиру. Пока они только наниматели муниципального жилья. Всего в этом году квартиры получили 11 сирот. В очереди еще 30. Если финансирование из областного бюджета будет поступать такими же темпами, как сейчас, все они через три года станут обладателями собственного жилья. Евгения Шильникова, Михаил Трышкин. Местное время.